Во вторник с вами я, Евгения Мангубис, ежедневным репортажем трейдинг-центра WebTV. Американские акции остаются без изменений. Во вторник инвесторы ожидают очередной раунд корпоративных прибылей. Тем временем цены на нефть остаются в заголовках газет после достижения самого высокого уровня в этом году. Ранее США заявили, что устранят все запреты, позволяя восьми странам покупать иранскую нефть без санкций Америки, начиная с 1 мая. Между тем, Форекс-маркет имеет следующее значение. Евро по отношению к доллару на 0,33% дешевле и стоит 1,1223 пункта. Пара фунта и доллара укрепляется и держится выше горизонтальной линии поддержки. Долгосрочные позиции будут выше 1,2975 пунктов со значениями 1,3005 пунктов и 1,3020 пунктов. Доллар по отношению к японской иене на 0,07% дешевле и стоит 111,86 пунктов. Биткоин на 3,93% дороже и стоит 5,588 долларов. Золото под давлением. Его цена ограничена 50-периодной скользящей средней и продолжит снижаться. Краткосрочные позиции будут ниже 1,276,5 долларов со значениями 1,268 и 1,265 долларов ровно. Серебро на 0,97% дешевле и стоит 114,83 доллара за тройскую унцию. Во вторник с вами была Евгения Мангуби. Специалилия Триденцентрол, WebTV. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok